Мой коллега Даниил Смирнов выяснил, в Рижском районе расформирован сиротский суд. Он занимался делом многодетной семьи, в которой годами происходило насилие над детьми, в том числе сексуальное. И сигналы об этом были. Каждый ребенок сейчас может набрать телефонный номер 116 111 и попросить помощи, если он испытывает любой вид насилия по отношению к себе, эмоциональное, физическое или сексуальное. На другом конце провода ему обязаны помочь. Однако недавно система помощи детям дала сбой. В одном из Рижских районов приемные родители систематически совершали насилие по отношению к восьмерым детям. На протяжении почти 10 лет. Две девочки подверглись сексуальному насилию со стороны приемного отца. Они сами пришли и пожаловались в полицию. Правда, не сразу, а когда выросли. Госполиция уже направила уголовное дело в прокуратуру. Приемная мать, 61-го года рождения, находится под надзором полиции до суда. А приемный отец, 68-го года рождения, задержан и содержится под стражей. Но ситуация такова, что конкретный сиротский суд, который работал с этой семьей, он реорганизован. В ходе расследования стало известно, на сексуальное насилие ребенок жаловался даже школьному психологу. Но тот ему не поверил. Тревожные сигналы о положении в семье были и в распоряжении сиротского суда. Однако система раз за разом давала сбой. Если говорить о конкретном сиротском суде, то мы проверяли эти материалы. И вопрос остается, скажем так, в висящем воздухе. Потому что в материалах дела есть разговор специалистов сиротского суда с ребенком, где ощущение что-то вырвано из контекста. Просто стоит фраза, если мы не слушаемся, то нас бьют или заставляют работать. И дальше развития как-то этой темы в материалах дела просто не существует. Поэтому непонятно. Либо факт, мы не можем это комментировать, потому что развития этого дальше, этой темы нет в материалах дела вообще. Либо это специалисты зафиксировали. Вопрос о том, что бьют, это уже вообще не подается никакой критике. Там должны были производиться дальше действия, чтобы понять и дать оценку этой ситуации. В последние годы в стране было создано профессиональное сообщество, которое объединяет приемных родителей. Его руководитель Ария Мартуканы озабочена тем, что из-за некорректной формулировки брошена тень на все приемные семьи. По ее мнению, в данном случае ЧП могло произойти в семье опекунов, а не приемных семей. Опекунов в стране значительно больше. Их не обучают в работе с детьми и меньше контролируют. В Латвии примерно 640 приемных семей. Но опекунов у нас почти 5000. Так что большая разница. И мы сейчас, как, что происходит приемная семья. А у нас опекуны, бабушки, деды, тети, родственники. Больше 75% родственников. Я думаю, это ошибка системы. То, что у нас в школе, в детском саду люди, которые там работают, не могут определить, что это уже насилие, что ребенок пострадал по его поведению. По признанию целого ряда специалистов по работе с детьми, наша правоохранительная система не готова работать с жертвами насилия. Проблема с жертвами сексуального насилия в Латвии заключается в том, что им необходимо давать показания огромному количеству специалистов. В первую очередь это следователь, потом эксперты, потом судья сиротского суда, потом судья общей юрисдикции. И, наконец, необходимо в суде практически пальцем показать на насильника. Это все травмирующие факторы. Например, в Испании или в Канаде с жертвой насилия, особенно сексуального, один раз говорит специалист высокого класса по работе с детьми. Эта беседа записывается на видео и дальше используется в суде. Больше травмированного ребенка не беспокоит. Что-то подобное пытались сделать и у нас. У нас был пилотный проект под названием «Дом для ребенка». Прошло все не очень удачно, поскольку было довольно сильное противодействие со стороны некоторых учреждений. Возникло недопонимание. Не удалось найти общий знаменатель. Но, на мой взгляд, хорошо, что это движение началось. И в ряде министерств считают, что это движение надо продолжать. И это хорошая новость для нас. По признанию руководителя общества «Спасите детей» Ингуны Эболы, рекомендации ООН по защите прав детей, которые были даны нам еще 20 лет назад, не внедрены до сих пор. Столько лет было разговоров даже на уровне парламента о том, что участки полицейские, и там должна быть комната, которая child-friendly, дружная для детей. Если посмотреть пару лет тому назад, как выглядела полиция в Юрмале, но какой там уют, там ужасно. Стратегический руководитель фонда ПЛЭС Янис Эрс отмечает, что в Латвии уже запущена и работает система планирования рисков МПС. Ее нужно активно применять для защиты детей. Система МПС должна получать данные о факторах риска, как от системы образования, так и от медицинских учреждений. Но сегодня у нас в стране, и это глобальная проблема, мы можем проследить в частном секторе жизненный путь сырка Карумс и увидеть риск того, что у него закончится срок хранения. Но о ребенке мы ничего не знаем. Министерство благосостояния и юстиции намерены реформировать систему. Возможно, вскоре сиротские суды попадут под контроль Министерства юстиции и выйдут из-под надзора самоуправлений. Сейчас над этим работает специальная комиссия. В нее входит глава Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс. Он призывает не торопиться и не городить одну реформу на другую, поскольку в ближайшее время, после завершения реформы самоуправлений, количество сиротских судов в стране резко сократится. Если будут большие округа, или как их назовут, то, конечно, это будет намного централизованнее. То есть будет 30 с чем-то сиротских судов, но не 100 с чем-то. 16 декабря Министерство благосостояния и юстиции намерены начать публичную дискуссию о реорганизации вообще всей системы надзора за соблюдением прав детей и деятельности сиротских судов в частности. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.